МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире экстренный выпуск новостей общественного телевидения Наукограда в студии Ирины Попова. Евгений Плохотин, здравствуйте. Смотрите прямо сейчас. Сегодня в Бииске прогремел взрыв, есть погибшие. Это был взрыв газа, однако данная версия неофициально. Статья 109, часть 3. Возбуждено уголовное дело. Праздничное утро 23 февраля в Бииске было мрачено страшным известием. Сегодня в начале 9-го в продуктовом магазине «Кородинка» на улице Яминская прогремел взрыв. О причинах произошедшего пока говорить рано. Одна из версий связана с газом. О взрыве на пуль дежурного сообщили жители частного сектора. Звонок поступил в 8 часов 16 минут. К моменту прибытия нашей съемочной группы на месте происшествия уже работали спасатели и все оперативные службы города. Они разбирали завалы и доставали из-под обломков железобетонных конструкций погибших. По состоянию на 10 утра было обнаружено 3 тела. Все они сотрудники магазина. Возможно, под завалами еще может кто-то быть, но пока это неизвестно. Пока идет разбор завала. Техника вся в необходимом количестве сюда выделена. Работают в полном объеме и самосвалы, и краны. Происходит разбор завала. Что дальше покажет уже вследствие причины и все другие моменты. Взрывной волной выбило стекла соседних зданий. Не подлежит восстановлению и небольшой киосок «Оптовик», который находился от эпицентра буквально в 10 метрах. Серьезно пострадал магазин «Угрынич». Здесь повреждена стена и обрушился потолок. Мы еще не открылись. В общем, услышали взрыв. Окна открылись. Я подошла и вижу, что корзинки нет. Больше ничего не могу сказать. Наша съемочная группа одной из первых оказалась на месте трагедии. Вот что увидел мой соведущий на улице Яминской. Я ничего не поняла. Взрыв такой сильный был. Потом дым. Я сюда подошла к этому окну. Дым расселся. Говорю, Вова, нету магазина. Все взорвалось. Такой страшный был. Как будто земля рушилась. Там ужас что было. И у нас прилетели сюда. И плитка, и сюда. И кирпич в веранду залетел. И окна вот здесь все треснули. И сайдинг. Вон там все. Все летело сюда. Вот. Вот все. В бане окно все выбило. Все летело. Кирпичи оттуда из веранды убрала. Пес уйди. Вон там все. Выворотило окна. Ужасный удар. Очень сильный. Потом значит это самое. В голову. В затылочную часть. И все. Я подумала с крыши снег поехал. Но когда я вышла на улицу, дело в том, что я увидела серый дым, но я ничего не могла понять. Я когда вышла и увидела страшное. Это страшно. Я до сих пор не могу успокоиться. Взрыв сильнейший был. Сильный, очень-очень большой взрыв. Губернатор Алтайского края Александр Карлин получил тщательно разобраться со взрывом. Контроль за выяснением причин глава региона возложил на своего зама Якова Ишутина. Александр Карлин также добавил, что необходимо исключить вероятность повторного взрыва, так как в нескольких метрах от магазина проходит газ. Напомним, что по неофициальной версии именно газ стал причиной взрыва. Выяснением причины страшного происшествия будет заниматься следственный отдел. Во время разбора завалов следователи уже находились на месте трагедии. Однако сразу же приступить к осмотру места происшествия им не удалось. Была велика вероятность обрушения здания. По причинам взрыва пока ничего не ясно. Согласно данных, полученных от администрации магазина, магазин газом не отапливался. Вместе с тем рядом проходит газовая магистраль в 20 метрах от магазина. И предположительная версия, что произошла каким-то образом утечка газа, который попал в подвальное помещение магазина и произошел взрыв. Но в конкретных уже причинах, конкретные причины будут установлены позднее в ходе следствия. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 109 Уголовного кодекса Российской Федерации, часть 3. Это причинение смерти по неостороженности. Уже ближе к вечеру спасатели обнаружили тело четвертой погибшей. Имена жертв трагедии уже известны. Сейчас вы видите их на своих экранах. Это Лариса Токманцева, 31 год, Евгения Каншина, 40 лет, Анна Дмитриева, 19 лет и Раиса Рослякова. На данный момент возраст пока неизвестен. Все они сотрудницы торгового центра «Корзинка». А мы выражаем соболезнования родным и близким погибших. Это был экстренный выпуск новостей общественного телевидения «Наукограда». Смотрите нас завтра в 19.30. До свидания.